Микс Ньюс Каждую среду В 16 часов Балкон Лайф С Эдмундом Кашевским Всем привет, это Балкон Лайф И как обычно За это время Моего отсутствия я скучал Я скучал по вас, уважаемая радио аудитория По вам, по всем Абсолютно И так судьба сложилась, что и праздник, и болезнь Поэтому какая-то вот такая паузочка Получилась, но я надеюсь, что сегодня все будет окей Тем более, что за пультом у нас Родион Золотарев А он не даст, чтобы плохой звук Прорвался в эфир Почему я заговорил о плохом звуке? Потому что у нас сегодня лайф Лайф в полном смысле этого слова Ибо гость сегодняшний Это фронтмен группы Латвиан Блуз Бэнд Янис Буковскис Привет Добрый день всем слушателям, очень приятно быть здесь Как бы Я Латвиан Блуз Бэнд Солист, гитарист Фронтмен Фронтмен И организатор РНБ Блуз Фестиваля Очень рад быть здесь Так, ну я смотрю, у тебя слишком много всяческих амплуа Просто как в Кавказской пленце Камса Мох Спаскай Огласите пожалуйста весь список Так вот Янис пришел к нам сегодня на эту беседу Честно говоря, я хотел его затащить сюда уже достаточно давно Но как-то все не получалось То они на гастролях, то у них запись диска То еще чего-то И вот, но слава богу все срослось И ты здесь в этой студии И сразу тебе вот такой вопрос в лоб Вот у тебя сейчас есть буквально секунд 40 Может быть 50 Вот как бы ты представил себя в эфире Кто такой Янис Буковский? Янис Буковский Человек, который делает свое дело И делает это дело от своего сердца И самое главное, что я счастлив Делает то, что я хочу И это счастье я могу дарить Другим людям На сцене и в жизни Ну вот подари нам сейчас одну мелодию В своем исполнении Окей Субтитры сделал DimaTorzok I need my baby Lord, Lord To hold her in my arms I need my baby Well, Lord Hold her in my arms Well, Lord In the summertime She's gonna cool me I'll sit in the winter I'll sit in the winter Keep it warm I'll sit in the winter I'll lead my baby Lord To hold her by my side Well, Lord I need my baby To keep her in my arms And if she can't be my sweetheart So let her be more satisfied Oh, let's talk about my baby Oh, she's so sweet and nice And if she can't be my sweetheart So Lord, let her be more satisfied Oh, yeah Oh, yeah Thank you Слушай Ну, это, я так понимаю Это композиция твоего собственного сочинения, да? Не, я начал с Димми Роджерсом, да, сейчас Да, просто так, да? Да, просто так я, как сказать Вместо здрасте Да, вот Очень много раз Спрашивают перед концертами Нам Дайте свой список программы Что? Я говорю У нас такой нет Ну, мы идем на сцену И, в принципе Единственное, что мы договариваемся Если это большая сцена Первые два или три Как, ну, как бы Открытие, да? Чтобы А потом уже пошло-поехало Уже по чувствиям То есть ты смотришь на публику Как она реагирует Да И какой фидбэк Какой фидбэк, да И, в принципе И потому Многие Многие фестивали Вот, ну, зарубежные Когда пишут Вот, например Там Такой-то Такой-то бэнд Пишут там Ну, стиль типа Чикаго блюз Свинь блюз А нас Обычно пишут Латвийн блузбэн И Слэш И потом Ра-та-та-та-та-та-та-та Потому что мы можем Любой стиль сыграть Ну, ты же знаешь Мы 13 лет проводили В Битэс-блуз-клубе Где каждую вторую неделю Играли Да И там И весь этот опыт Да Но к этому мы еще подойдем А с чего С чего вообще Начинался Вот Янис как гитарист Я же помню Ты был басистом Причем ты был Очень хорошим басистом Ну Спасибо Как ты вообще пришел В музыку И кто тебя Кто тебя вот Одарил этой первой гитарой И как это случилось Ну, в принципе, так Я вообще-то По жизни хотел быть Милитаристом Я Военом, что ли? Да, 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 да Я в школе Ну, чуть-чуть там остался Как бы, да Такой Гитарист-качок Да Это самое Я вообще-то, да, да, с малых лет Очень культуризмом Занимался И интересовался каждый день Баскетбол, волейбол Был в настольной Тейнесси, да Как, кстати, у нас Очень хороший физкультурный Учитель был Который дал эти возможности Он открывал клуб В Затюму И же, да, там Ну, как бы В 90-е еще, знаешь Как все там Перемены Ничего не было Но он все это скопил Как бы Все эти старые Еще советские От советских времен Эти все инвентар Вот И мы, ребята, там Как бы И все И учились И делали все Ну, и мой Элк Как мой Идол Да, Ида Был Арнольд Шватценеггер Я просто тащился Я только хотел сказать Мне вся комната была Своим Своим Прицевым мускулом И все повсюду, да И, как бы Ну, сам понимаешь Какая мать хочет Чтобы его сын Стал военным Да, ну, и она Как бы Я вообще Сынок, на тебе гитару Да, не, не Я вообще Начал как аккордионист Я закончил детскую Музыкальную школу На аккордионе И, наверное, ну, как бы Мама и все учителя Как бы чувствовали Что, ну, какой там военный Ну, есть талант Есть, ну, надо Куда Какой-то янка военный Ну, да Будешь Воевать на сцене Ну, и Как бы Да, ну, я с мамой Договорился Что Ладно, я закончил Этот аккордион И оставьте меня Спокоя Все И пойду по своей Своей линии Но Она, как бы С хитростью Ну Оттащила меня Потащила меня В Рижскую сотую школу Да, которая была Там и вот И Талыч Жибовский И Арманд Салкс И все, да И Муравей Александр Сырцов Сработали Ну Это музыканты Да И Не знаю Как бы Я вообще Ну, ладно Как я туда пошел Как согласился Что мы там договорились Не знаю Она сказала Ну, ты только зайди Посмотри Трам-парам Ну, зашел Хотел быть барабанщиком Ну, потом посчитали Знаешь, как Моя мама Учительница Денег-то нету Где барабаны купишь Ну, это самое Дорого Ну, и Ладно Самая дешевая Оказалась гитара Да Ну, что Ну, будем и гитарой играть Ну, мне как бы Не джазовая Ну, как бы Этот Музыкальный звук Есть Да И Слух Да Слух Да И Скажем так Что Все, что Все, что я знаю Я вот И Новому поколению Кто мне всегда спрашивает Как ты Как ты Кто тебя учтил Где ты Я всем говорю Что То, что ты сам выучишь Послуш Ну, послуш Послуш Это у тебя останется На всю жизнь А то, что тебе Вот Кто-то с ложкой Да Да Даст Ну, забудешь Вот И я поэтому иду Все время Скажем Ты слухач Да Я слухач Я слухач Ну, хорошо Ну, азы тебе Кто-то Кто тебе дал азы Что Кто азы дал Кто первый учитель Первый учитель Был такой Как ему Был Имя Зиберт Был Потом я чуть-чуть Ну, там учителя менялись Да Это самое Именно на гитаре А А получилось так Что Да Ну, вот первый Там-то Я помню Первый аккорд Ре научился Вот Ре мажор И потом Помаленьку Как-то ставил Но Что случилось В сотой школе Басист Который единственный На всю эту Скажем Б-класс Который был музыкальный Да Он Все Заканчивал Нету больше басистов А я как-то Хвастался Что-то Нет Что я Перед тем Типа В школьном ансамбле Короче Халтурил Да Знал До Сол Фа Типа Ну Эти вот Все ведь вещи Да Пум 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 Да Ну Как бы Свадьбу Да Свою денежку Там зарабатывал Мелкие Да И Типа Опа Ну И Как бы И там Александр Сицов Перед тем Как они уехали С Рэбелом На Сингапур Да Он где-то Получилось Ну я пару месяцев У него Как бы Занимался Да И он еще Ансамбли делал Вот С ребятами Я помню Да Где-то Пол одиннадцатого В школе Да Последний Еще Я на последний Автобус еле успевал Как бы Играли Джимовали Он там Учил всех Ну Как Что Складывается И так И поехал Как Пошел Первую песню Помнишь Первый блюз Или первый рок Который вы играли Я тебе вот Я тебе потом скажу Мы Всякий стиль Я хотел тебя напрячь Чтоб ты сыграл Первое Вот как ты помнишь Я просто Я очень четко Помню свою первую песню Когда мы собрались Тоже Бандой в школе И у нас был Музыкальным руководителем Виктор Земглс Теперь Он был Виктор Зблороколс Да И вот Виктор нам Первую песню Которую Вот мы начали играть Это была Прауд Мэри А Ясно Ну да Не знаешь Как Мы четко Я тогда еще не пел И как бы Ансамбли Начались Я на басу играл Очень много Проходили Все Все И главное Что У нас Амбиции Были Большие Когда Муравей Не был Тогда мы Уже Собирались Сами И старались Что-то Типа Своё Делать Но Ничего Не записывали Но это Своё Было Ну знаешь Единственное Что я скажу Что у меня Вот С тех пор Как бы Да Это типа Считалось С движением Рока Да Но мне В тех времена Как бы Рок Ну так Ну скажем Мелодичный Да Ну вот Скажем Все там Тащились От Нирваны Ну молодёжь Да Я Вот Убей меня Ну никак Не мог сожить Я думал Ну что это За грохот Там происходит Мне как бы Вот уже С тех времен Спрашивалось Что-то уже Как бы То есть ты уже Подсел на блюз Тогда Нет Под блюз Я подсел Что-то там Менялось В группе Доктор Борментос Да Где был Валдис Ванадзинч Да Еще и Мацац Был И все Да И Дайлас Зигис Они с Валдисом Там придумали Что вот типа Валдис остается Как фронтмен И типа Что мелкие Подыкнуть Будут Такая Зигис Сын Калвис Еще был Такой Айварз Заринч И типа Меня на басу Взять Я просто Ну не выскажу Да По радио Какие у меня были Освещения Но я такой Я типа Знал Доктор Борментос Я говорю Хочешь играть Доктор Борментос Я просто Язык потерял И в принципе Я очень счастлив Тем Что Ну скажем так Не со своими Подростками Что-то начал делать Но сразу Взяли меня В дисциплине И там в принципе Валдис не спрашивал Ты умеешь Не умеешь Было так У нас три Репетиции были Вот на этот репетит Это На это Это не сделал Ой-ой-ой Да И в принципе Мне про пение То же самое Никто не спрашивал Умеешь Не умеешь Мне сказали Будешь петь Мустанг Салы Пелся на пике Это Все Сказали На басу Играешь Все Это моя первая Это моя первая песня Которую я исполнял Мы шоу Ну давай Идем Окей Мустанг Салы Мустанг Салы Мустанг Салы Мустанг Салы Мустанг Салы Мустанг Салы И так далее И так далее И так далее А вот теперь Дорогие друзья Представьте Что все это Надо играть На басу Да И это Надо играть Шаффл Так называемый Ну да Я скажу Это еще Это еще Было попроще Это как бы Стрейт рок Типа Но Оригинальная партия Идет вообще Типа Вот Если ты играешь Например Там Райтсал Это очень Это просто Это просто Но когда партия идет И все время Из-за такта И так Ну я говорю Я учил Я учил По фразе Хотел Хотел По комнате Просто Вложил Вместе Это координация Такая Что Ну я Я себе Представляю Как Как Тебя дрессировал Валдес Ванадзе Потому что Я этого человека Знаю С молодости Что можно Спасибо Это дисциплина Да Мы даже один раз Играли одну халтуру Что называется Это был Пьяный Янка Гритис Абсолютно Несвежий Валдес Ванадзе Да И между прочим Да Между прочим Мы Как-то Юрмале Тоже Получилось Один раз Там не знаю Что за мероприятие Было Но там Пригласили Янку Гритис И он говорит Зигис Слушай У меня Сустава Нет Давай Латвия Блузманс Играет Да И Ну там Там была Хохм Ну Другой раз Начнем с того Что это Вообще Одни из лучших Музыкантов В Латвии Да Я согласен Как пианист Как пианист И как пианист И как гитарист Кстати И это Вообще такая Луженая глотка Как у него Вот я слушаю тебя Вот есть Есть много Много общего Кстати говоря В манере И всем Я понимаю Что Вот эта школа Которую Ты прошел Уже с самого начала Она в тебе И заложила Вот весь этот Пауэр Весь этот Вот весь этот Потенциал Которым Ты собственно говоря Успешно пользуешься И по сей день Окей Латвийс Блуз Бэнд В каком году Основался Так В принципе Если вам 19 лет Да И имя И вот Полный состав Как вот Латвийс Блуз Бэнд В 2000 В 2000 году Да 2000 Понятно Миллениум Миллениум Значит в следующем году У вас банкет Большой праздничный Вам 20 лет Ну у нас был Маленький банкет На 10 Ну так Так можно и каждый год Ну в принципе 20 лет Это уже Янис Ну понимаешь Не буду скромничать Да Будет банкет Главное Не забудь Радиоболком пригласить Хорошо Хорошо Вот Что добился Латвийс Блуз Бэнд И Янис Буковский Вот за эти 19 лет Вот какие успехи Успехи То что Ну самое главное Ну скажем Ну будем реально Да Что это Ну не поп музыка Да Это не Не коммерция Это абсолютно Это не Не сердючка И не баска Это не Джастин Бибер И Да Все эти остальные И даже не Робби Вильямс Не Не Ну скажем так Что за эти За эти Года То что Скажем так Не вкладывая Ну Тысячи Не сотни Да скажем Мы Своя работа И пробились То что Нас Здесь дома знают Да Что мы делаем И как мы делаем И в принципе Все эти Где мы были Да Ну Это естественно Это все можно Я даже Там очень Долгое время Чтобы пересчитать Все страны Где мы играли Самое главное достижение Для меня Я думаю То что Ну Одни говорят Что мы первые Одни говорят Что вторые Но это не имеет смысла Но самое главное Что Мы как Отсюда Да Кто Еще в 2000 году Даже многие спрашивали О Ты из России Нет Мы из Латвии Из Латвии Да И То что Мы стартовали В самом В принципе В одном из Ну В принципе Он считается Самый Большой Фестиваль В одном году Когда и был BB King И Body Guy На сцене В Chicago Blues Фестиваль Да Это из Европы Я в принципе То есть ты был На одной сцене С ними Нет На одной сцене Нет Но в принципе Вот этот фестиваль Да В Chicago В парке Да Где 8 сцен Там из Европы Никто не играет Да Латвиян Блузбэнд В 2005 году Стартовал На Best by Stage Да Там типа Каждая Каждая Сцена Называется По-своему Нас Скажем так Нас пригласили Там играть И не так Что мы там Платили Чтобы играть За участие Да Нет Единственное Что мы платили Это plane ticket Ну вот Самолет Да Туда И все остальное Да Как бы Как нормальных Доливники Да Участники Да Которые там Участвуют Мы там Стартовали Да И в принципе И то же самое Что мы добились Тоже Из Латвии Из нашей маленькой Скажем страны Добились то Что мы Два раза Представляли Нашу Нашу Страну Международным Он называется International Blues Challenge Memphis Да В родине Вообще Откуда Все Из Билл Стрита Скажем Да И два раза Там Себе представляли Ну будем Будем Как бы Думать реально Как бы И все Наши знакомые Тоже говорили Из Европы Ну ты можешь быть Просто монстр Да Но американцы С американцами Они к себе Так Ну Да Мы дошли Прошлый лаз Мы были В лучшем десятке Последний раз И вот это И просто И главное Что все Все это дают Промпродюсеры Все Дают визитки Все-все остальное И главное Один текст Все-все Что говорят Будете в Америке Да Когда будете В Америке Ну будем реально Кто тебе будет Оплачивать все дороги Рабочие визы Ну Это Вот это Такая вещь Но Я говорю У меня целая чупа Где-то 40 больше Чем контактов стоит Да Которые Все ребят Всех фестивалях Когда вы в Америке Будете в Америке Звони Звони Берем Все Берем вас Ну Ну Когда будете Будем Звонить Да Ну В принципе Да И в принципе И то же самое То что Пробились Скажем так Пробились в Европу Ясно Мы Прервемся Сейчас ненадолго Затем продолжим Микс Ньюс Ну мы вернулись В студию И Как говорится Будете у нас В Америке Заезжайте Да Ну С играми Чего-нибудь Небольшой фрагмент Из того Что вы Что вы Играли В Америке Ну В принципе Там Что-то Из классического Скажем так С играми Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и как бы там копейки еще может быть для записи окупается и вот это самое главное хорошо слушай значит принимали вас в америке нормально можно сказать что вы там не были какие-то там не знаю обалденно провинциальный блюз из 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 непонятным с непонятным вокалом и с непонятным скажем английским да у вас там все по этой части все было окей да 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 но у меня сразу другой вопрос наворачивается ведь попасть туда на такую тусовку и на такую сцену это я скажу далеко непросто во первых а во вторых я так понимаю там должен был быть атомный менеджер который вам это все пробил мне кажется что здесь для вас очень много сделал это принципе скажем так что вот как мы попали туда это там здесь ни при чем пози ну скажем так зигасу спасибо до то время что мы были в блузовом клубе но чтоб пробиться туда там большое спасибо вообще я говорю там целую целую книгу можно написать как мы вообще пробивались потому что и в этом деле если мы думали что вот запишем сейчас альбом с монстром сейчас все будет теперь братью нет тебе надо вот как бы заходишь дверь и тебе выталкиваясь лезть через окно обратно ну как бы нагло идти себя все время представлять тебе надо себя показывать и как мы добрались до мемфиса это вообще это спасибо как бы у нас здесь работала одна как бы фаны до из германского посольства и мы вообще-то не знали что есть такой типово перед тем надо при по переходить национальный отбор но у нас тогда в латвии и какой отбор что что какой ассоциации блюзовой что в них ничего такого и она нас посоветовала как бы там тоже бюрократия там единственный раз в германии делался baltic blue challenge и нас как бы через вот посольство что есть здесь такие давайте возьмите чтоб интереснее там было если на сведрии швеция швеция была финны были норвегии но все которые вот поляки были и нас и типа вот и победитель едет в мемпис и вы победили победили там до нас как бы и там жура была там в самой в жюри и председатель был сам шеф из интернешнл буш челлендж джой сил джей силаман да и он как бы ну и мы не знали но просто вот мы приехали латыши сыграли и получил путевку в мемфис и вот так и так и пошло слушай а на блюз на латышском вообще может звучать по твоему лучше не надо ну как бы я тебе заказу продемонстрирую как это может быть не но может быть есть у нас колес акцент сегодня не ну вот и старается это делать да но но как бы знаешь вот здесь такой пример не почему нет давай вперед но только знаешь что ты и здесь его будешь петь да потому что я помню что в германии когда был этот челлендж там был пар бэндов из германии которые вот нет они по-германски там по-немецки по-немецки да будут петь да но они спели ну и потом им сказали вы хороший музыкант но ребята ну если вы поедете мемфисе на немецком будете петь ну не пойдет мне ну извините это их не национальная музыка ну ну что понятно вы долгое время были скажем хаус бэндом и и главной командой в битте с блуз клуба многие долгие годы в четырнадцатом сезоне к сожалению закрылся да 13 полных лет и за это время вы на сцене битте с клуба переиграли со многими вот самые яркие в твои воспоминания самые яркие я вот например аль коплендом такой было вот сразу первый зашел потом знаешь почему потому что ну как он нормальный человек приезжает он он перед тем зигесу сказал что ему надо живую пиану он на чимчедрюках не будет играть или там это синтезатор синтезатор электрис да он не будет ему живую пиану зигес да да приедет дадим там ямаху будет все при порядками приехал где мой реаль ну вот это нет он не будет выступать а он алкоплей вообще он кто он он когда эрик лептон дело такой тур где было и пару человек из моды вот это бэнда и джерри портной мы тоже с ним играли до гармонист из моды ватерса и там с ними был и алкоплей да пианист он буги-вуги при скажем такой но офигенный монстр да и ну он может своей амбиции сказать что ему надо живой звук да и вот конечно я помню что пару блоков назад был старый панзир на улицу пианину пианино это просто и и сразу после 1 часа надо играть руки не Но они звучали там как Хонки-тонг, выстроенные Не было за времени подстроить их В следующий день он сам Профессионал, он сам, он сказал, мне не надо Никакого настройщика, он сам там Делал, но первый вечер там было Клинки-кланки, как в старом вестернском Клубе И потом Еще один был тоже Афроамериканец, такой Кэш Маккол Когда, помню, приехал Он говорит, хей, Джон, слушай, ты можешь Мне, ну, типа, провода Должите, я говорю, ну а в чем Я говорю, да, но вообще мне Как-то не складывалось, ты ездишь в другой континент Ни тебе провода, ничего Просто вытащил свою балалайку, гитару И когда-то вытаскивает Такой 50 сантиметров Такой, фиг его знает Наушниковый провод Но есть очень, если так подумать Ой, там, приколов вообще А еще был такой Sony Rhodes А он с женой приехал, а жена такая Ну, как два эти стулья, да, вот Ну, в принципе, так Зад такой, что Ну, она, в принципе, коляска передвигалась Ну, там уже, да Ну, они поставили А Sony Rhodes очень Jack Dennis любил Да и главное А она все время его, типа Посла Да, чтобы ничего не происходило А у нас там бэкстейдж Такой диванчик Она чуть-чуть так, типа, отлегла И не видит через окошко, что там Sony Rhodes делает Он такой подходит ко мне Он умный Он такой, Sony Rhodes подходит Говорит, я Эй, Янка, скажи по-латышски бармену Что принес мне Jack Daniels Ахахахахаха Полотышки Да, прикинь Скажи по-латышски И главное Жена такая Ну, все Встала Придохнула Sony Rhodes уже на столах Танцует Играет гитару А она такой Соли Он уже Телька Уже напился Вообще Я говорю, ну Хохмы было очень много Очень много, да Я там помню Я там помню Еще в старом На Дзирнову В первом Блуз Да Клубе там была Не помню Как ее звали Такая Черная Женщина Такая тоже Такая Да Но они все большие Не худенькая Да, да, да Какая глотка была Как вы там с ней Блуз играли Я просто Я сидел там Но Ни один с Колой Там был убран Просто нельзя было Оторваться Это все Вот у них Это все в крови А куда у тебя Это в крови Объясни мне Ну, знаешь Я как В начале передачи Я говорил Что надо любить И радоваться Тем, что Что ты делаешь Ну, Калай Сак Дект Гореть этим Этим делом Да Чтобы ты просыпаешь У тебя уже Есть все время Не потерять Что ты хочешь 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 Идти Идти Да И какой-то Божий дар И все остальное Главное Что Знаешь Ну, откуда В латышском парне Вот этот Вот Сейчас скажу По старой формации Этот Фирмачизм Вот эта фирма Откуда у тебя Ну, я Я Вот Многие задавают Мне такой вопрос Я единственное Что могу сказать Я В принципе Живу этой музыкой И у меня В принципе так Если ты делаешь Одно дело Тогда ты делаешь Это до конца И знаешь Сегодня играть Джаз Завтра Блюз Тогда Рок Тогда я там Попс Или что Если идешь Ну, в принципе Я каждый день И слушаю эту музыку Пою Учусь И я думаю Это я буду Сделать до конца Моих дней Ну, давай Сделай что-нибудь Такое Коротенькое Потом Последний блок Вопросов Окей Я Вот Такое Скажем Мои песни Такое Лулубай Это будет На следующем Альбоме Для своего сына Колыбельная? Да Ну, он Типа Называется Лулубай Для моего сына Да Слеп Моя Человек Слеп Дай Sleep My letter Child Sleep Time Let Me Lou Lou My Dear I said Sleep My letter Child Sleep Time Close Your Eyes And sleep And answer Dreams As only Dreaming All the Dreams Come True Close Your Eyes Ждите нового альбома Молодец Сколько вы альбомов выпустили? Официально 6 Неофициально еще, когда в блюзовом клубе Где-то 10 уже есть, не знаю Ну а так официальные, которые Вот скажем, да, вот сейчас Нормально Сейчас работаем Как бы думали, может быть на 20-летие успеем Но я говорю, мы эту Латтенью Поставили очень высоко И очень много себя спрашиваем Как бы критически И не хочем просто так, знаешь, зашли что-то Вляпали, ну и хорошо Следующий альбом, есть амбития И хочем квалитативно сделать И что медленно идет То хорошо идет Как говорит один радиочеловек Это тебя характеризует с положительной стороны Ну да Слушай, ну окей Ты, скажем Столько дисков Это солидный багаж Не каждая Не каждая профессиональная команда Может Ну скажем Похвастаться и побаловать Своего слушателя Именно вот Таким количеством дисков Но ты, кроме всего прочего Еще и ударился В промоутерскую деятельность Поколесив по фестивалям Ты решил, что надо И свой фестиваль делать И ты уже Какой-то третий год подряд Будешь организовывать Фестиваль в Европе же Да, R&B Blues фестиваль Да И там как бы Не Ну это игра Стилем Да, как бы R&B Но там еще Все скрывается Да, что Вот мы с барабанщиком Да, с Роландом С моим Который все Тексты пишет Роланд Буковский, да Роланд, да Но моя кличка Букс Ну да Это кличка Роландом Букс И типа R&B И двуспись Это там такая Игра со словами Да И третий год И спасибо Ропажу Ропажу Пил Косак Ропажу Новодам За поддержку И Вот, ну Стараемся Потому что Да Без самоуправления Ты бы нифига это не сделал Нет Ну Да Все тебя как бы Хвастают Молодцы Делаешь Да Но в приватном секторе Я понимаю Что трудные времена Или все остальное Но если Дума местная Не помогает Забудь Я в принципе Но Кудовский фестиваль И поэтому и загнулся Что Дума перестала помогать И организаторы Сказали Ну Сорри Мы не тянем Сигулский Тоже самое Тоже самое Да Да Тоже самое Сколько Там пять Или сколько лет Был Да Ну Если Сказать Ну и что же у нас осталось Теперь Ну в принципе Кроме лайма Ничего Ну скажем так Но Мы Стараемся Потому что Да Мадонна еще Синепис Как он там Назовался Если вырезали Не слышал Про сильные Посыл Только вот Гитарист Сессия Есть В прошлом году Я еще слышу Что-то Вроде как Ну не знаю Ну вот В принципе Контакты есть Сами ездим Все время В принципе Вот сейчас На следующей неделе Как едем Каждые две недели Мы в принципе В Германии Австрии Швеции Скандинавии Все время По клубам Фестивалям Ну это Это другой рынок Это другие Возможности Возможности Да И но все равно Мы как Едем Слышим Новые друзья Новые группы И те Которые можем По бюджету Тех и К нам Стараемся Привезти Чтобы Потому что Блюзового места Нету Да Ну хотя бы В раз в году Делаем вот такое Событие Да И И меня очень радует То что Ну около Три тысячи людей Приходят и Радуются И тусуются Так что Все к лучшему Да Ну смотри Дай бог Чтобы И самоуправление Удержалось И чтобы Вся та кучка Будете у нас В Америке Чтоб ты из нее Мог периодически Кого-то доставать Доставать И привозить Кого-то сюда Потому что В этом году Кого ты привозишь Туда В этом году У нас будет Кит Дан Это такой Скажем Европейский Халвин Вулф Да С бельгийскими Составами Будет Тогда из Тексаса Будет Юджин Хайдовый Бриджес Такой Как Сэм Кук Такой интересный Да Наши местные Бигал И Джокер Будут Мы будем Латвиан Блузбэнд И Гинжилинский Со своим сыном Делает сюрприз Четыре Я в четыре руки Я их юбилей увидел Так что Будет интересно В 15 июне Да Приходите Ну что ж Янг Я хочу тебе сказать Большое спасибо Что ты нашел время И пришел к нам Спасибо вам За приглашение И дорогие друзья Если вы Так же как я От кого-то Или услышите Или где-то вы Прочли Что блюз Это когда Хорошему человеку Плохо Не всегда Верьте тому Что написано Ибо еще Козьма Крутков Говорил Если на клетке Со слоном Увидишь надпись Что это лев Не верь глазам своим Вот вам Позитивный пример Ян Исбуковский С фронтмен Группы Латвиан Блузбэнд Пожелаем ему успеха Ну и До следующих встреч Спасибо До свидания